Привет, друзья! Меня зовут Томас и добро пожаловать в ShadowSide! Мы продолжаем проходить шикарнейшую игру, созданную одним человеком на движке CryEngine, на одном из самых красивых движков на моей памяти. И в общем, в конце прошлого видео, если не видели, то обязательно посмотрите, там просто был экшон, мы начали 14-ю главу из 15-ти, то есть осталось у нас буквально тут, буквально минут 15-20 игры. И прям, блядь, интересно, что же там будет дальше. Серьезно, началась эта глава просто мега, сверхэпично. Какие-то... Ну, в общем, глава называется «Вторжение». Тут мы... Нас схватили в прошлой главе, короче, вояки и... И куда-то везли. И в итоге на этот конвой, конвой, напал тот монстр, которого мы видели в пещере. С вами. У которого в зубах был еще красный артефакт, красный этот камень, который мы уничтожили. Один из которых мы уничтожили, точнее. Вот, короче, все закручивается, все мощнее и мощнее. И это очень классно, серьезно. Очень классная игра, друзья. Очень классная. Так, ну и снова мы лазим по пещерам. Неужели там артефакт? Просто красным цветом сейчас что-то... А, нет, не артефакт. Это... Горящий хаммер. Ясно. Может, нам оружие кто-нибудь даст просто, а? Да хотя, какое нахрен оружие может справиться с тем... Огромнейшим ублюдком с артефактом в зубах? Никакое. Хотя динамит... О, ёптвою мать. Это что такое? Хотя динамит уничтожил артефакт так-то. Бля. И-и-и-и-и-ю! Походу, сейчас будем минус мы. Блядь, какого хуя они так... Висят? Я нашел ключ. А от чего этот ключ? Ну нахер. Ну нахер. Я не знаю, от чего этот ключ. Давайте просто от греха подальше свалим отсюда. Там, блядь, два этих... Артефактных скорпиона на потолке. А это мерзость та еще. Я вот думаю, может это ключ от багажника какого-нибудь. Нет? Вот здесь. Нет. Значит, скорее всего нам куда-то нужно дальше в какую-то другую пещеру. Вот, здесь еще проход. Подожди. А мы же отсюда вышли. Мы отсюда пришли. А что если других проходов нет просто? Нет, вот, есть. Вот от чего ключ. Ясно, понятно. Значит, вояки знали про эти артефакты. Похоже, что это вообще артефакты инопланетные какие-то. Ну потому что, как бы, глава называется вторжение. Вторжение. Когда у нас бывает? Когда пришельцы. Блядь, звуки слышите? Че за говно? Че за говно? Танчик? Эм... А и что? Дальше-то что? Ага. Вот что дальше. Мы нашли... Маленький танчик. Интересно. Ёб твою мать! Да за что, мужик? Твою... Ну ты че? Сука! Получил, ёб ты! Получил, ёб ты! Минус два чувака. Если что, друзья, мы не просто за чувака играем. Он попал в меня. Как же больно. Нужно идти вперед. Мы играем за копа с вами. Поэтому все вот такие вот... Всякие приемчики, там что-то еще. Это он знает. Окей. Так что не удивляйтесь, что он такой крутой тут нахрен. Ну вот, конечно, то, что человек, это минус. Потому что в него попали, и... Видимо, сейчас просто сознание потеряет от боли. Бля. Продолжаем идти. Ребят, вы пока напишите, как вам игра-то. Я серьезно. Я очень давно не играл в такие... Прям захватывающие, я бы сказал, игры. Я ожидал от этой игры, что это будет просто... Ну, какой-нибудь тупой хоррор. Ну, может, не совсем тупой. Но хоррор. Такой исследовательский. Но игра эта... Больше нам дает впечатлений. Чем мы ожидали изначально. Охренительная игра, я бы сказал. И, в общем, мы в ней провели уже почти... Сколько там? Больше трех часов. Почти четыре часа. Три с половиной, наверное. Вот. Смотря прохождение... Ну, то есть, смотря на время перед стримом еще самым... Я посмотрел, сколько, например, понадобится на прохождение этой игры. Так вот, многие ее часа за четыре проходят. То есть, четыре часа это вот прям... Ее лимит. Но у меня такое ощущение, что мы пройдем ее гораздо быстрее. Хотя, может, и нет. Ну, в общем, в любом случае, это предпоследняя глава. Так, вот это интересно. Вот это очень интересно. Вы видели, что там внизу? Блядь. Так, тихо, спокойно. Аккуратно сейчас. Аккуратно. Вот твою мать, блядь. Аккуратно. Спокойно. Без резких движений. Выравниваем. Выруливай. Тихо, блядь. Выруливай. Вырулил. Так. Я думаю, нам нужно... Ну, типа, как можно быстрее, наверное, пройти. Здесь. Так-то, по сути, он ровно двигается. Все нормально с нашим персонажем. Ага, спокойно. Спокойно. Дыши. Так. Окей. Так, здесь уже потолще балка. Нормально. Ага. Ага. Нам надо было прыгать. А мы сможем... Да, он смог. Он смог. Даже раненый этот чувак смог подтянуться. Что? Раны затянулись? Не может быть. Что происходит? Че? Интересно. Мы больше не подыхаем. Так, сначала идем налево. Наверняка здесь будет тупик. Либо мы тут ключ какой-нибудь найдем, или... Ага. Снова танчик. Так, так, так. Подожди, это я? Нет. Нет, это вояка. Это они по моим следам идут. Блядь. Они отправили... Супер бойца... С кодовым именем Егерь. В шапке-ушанке. С крутой винтовкой. Короче, он выслеживает... И убивает. Так что нужно поторопиться. Чтобы Егерь нас не достал. Ой. Ёла-яла. А вот и Егерь. Поглотил. Знаем, что ты сделал. Там. В пещере. Теперь они охотятся на тебя. Похоже, ты уничтожил их главный источник энергии. И поглотил ее. Как быстро на это не звучало. Поглотил? Ты же не хочешь попасть в лапы к этим существам. Мы поможем тебе. Защитим. А ты поможешь нам. Я, конечно, могу застрелить тебя прямо сейчас. У меня приказ доставит тебя живым или мертвым. Но я предпочту решиться мирным путем. Так. Прыгайте или сдавайтесь военным. Пошел ты, ублюдок. Ты хочешь, чтобы я был подопытной крысой, да? Соси, ёпты. У-у-у-у. Я ж теперь суперкрутой чувак. Можно прыгать спокойно. Ничего мне не будет за это. Опаньки. Так. Окей. Ну, привет. Инопланетные существа поймали меня. Они знают, что под влиянием артефакта я получил некоторые способности, которые доступны только им. Они не убили меня, оставили в живых. Не знаю, что будет со мной дальше. Хам-хам-хам. Существа вас поймали, но не убили. И... Последняя, пятнадцатая глава. Обалдеть. Я так понял, друзья, что у этой игры очень много концовок. Зашибись, игра снова зависла. Ладно, сейчас. Скоро увидимся. Ну так вот. Я так понял, что у этой игры очень много концовок. Ну или если не очень много, что происходит, где я вообще? Ты в пещере, в которой текстуры не прогрузились, друг. В общем, я думаю, что как минимум концовки 3 здесь есть, потому что очень много у нас было выборов по игре. Ну то есть, по мере прохождения игры. А у нас был выбор, сделать так или иначе. И мне кажется, если бы мы сделали так или иначе. То есть, мне кажется, тут очень много ответвлений и очень много концовок. Обалдеть. Ёб твою мать. Это ещё что за хрень? Вот, блядь, инопланетяне я точно не ждал. Чё-чё, а вот призраки. Ладно, это хорошо. Мы к этому уже привыкли. Но инопланетяне и огромный шар. Это похоже на фильм «День, когда Земля остановилась». Очень сильно похоже, кстати. Посмотрите, просто какой-то шар. Ага, она в другую сторону. Блин, ну всё-таки. Вообще. Нормалды. Интересно, зачем они меня отпустили? Зачем? Почему они меня не тронули, инопланетяне? То есть, они поняли, что у меня есть суперспособности какие-то? И чё дальше? Опаньки, Ричард, привет! Давно не видел... А, это не Ричард. Ха! Гей! Так, ладно. Мы просто грохнули призрака. Зачем? Почему? Для чего? Никто не знает. Подожди-ка, тут проход какой-то. Нет, показалось. Значит, нам туда. А, у меня вообще ощущение, что-то сюда. Ага. Вообще, есть ощущение, что это даже не наша планета как будто. И наш персонаж как будто круче прыгать стал. Вы заметили? Прям выше. Быстрее, сильнее. И он стал выносливей. Выносливость не так быстро уходит. Так, нам нужно посмотреть, что нам вообще делать-то надо. Воу! Воу-воу-воу-воу! Так, ладно. Бежим. А, чё-то вот сейчас он как-то помедленнее бежит, чем бежал до этого. Видимо, специально. Так, и мы снова... Это что там? Призрак. Воу! 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 Лады! Призрака мы грохнули. Вообще-то не призрак, а какой-то манекен каменный. Я... Не знаю, как это иначе объяснить-то. Видимо, мы идем к тому месту, откуда питается этот... Эта сфера. Этот шар. Да, так и есть. Вот оно. Вот оно зло. Ну что, я иду к тебе. Пришло время закончить это бессмысленное приключение. Почему бессмысленное здесь? Знаешь, я бы сказал, игра очень интересное приключение так-то. Как обычно. Ничего нового. Мы снова упали. Кажется, я что-то сломал. Ну... И что же? Подожду. Упс. Упс. Чуть не провалились в дырку. Слушай, ну блин, динамита у нас теперь нет. Как мы уничтожим-то этот артефакт? Ну, наверняка с ним можно типа слиться воедино или как-то так. Потому что в нас же теперь тоже течет эта энергия инопланетная. Благодаря которой те инопланетяне нас не грохнули. И может мы теперь сможем просто прикоснуться к этому артефакту. И он такой типа взорвется. И мы такие еее. И мир такой еее. И я такой еее. Всех спасли. И игра такая еее, ты меня прошел. Разработчик игры такой еее, им всем понравилось. И вообще мы все такие еее, бой. Я странный, простите. Осталось совсем немного. Еще чуть-чуть. Ну где же Дэдпул? Почему он не озвучивает? Это, кстати, у главного персонажа-то озвучка Дэдпул, если что. Он живой? Нифига. Слушай, а вояки сюда поспели быстрее. Нас хотели, видимо, уничтожить этот артефакт, но... Что-то им помешало. Так, наверное, мне нужно... Подойти с другой стороны. А ни хрена подобного. А почему... Куда нам тогда... Опа. Вот чем мы уничтожим это дерьмо. Выстрелить в существо в артефакт. В артефакт. Сто процентов. Нахер существо. Уничтожим артефакт, уничтожим и существо. Уничтожим вообще все. Обалдеть. И что же это было? Ну, игра, ну почему? Come on. Ура. Я уже так испугался, что сейчас все зависнет. Вот черт, я опять отключился. Ненавижу, когда это происходит. Так, не понял сейчас. Какого хрена? Мы находимся в самом... В самом начале. В самой начальной локации. Мы здесь начали свою игру. Отключился. What the fuck? Оу, какого... Какого... Блин. Я понял. Здесь показывается, как этот чувак нашими руками... Как этот Ричард, который в нас засел, нашими руками убил... Тех, кто там был, видимо. Тех, кто был. Здесь, короче... Ну, мы... Ладно. В общем, посмотрите. Сначала будет очень интересно. А вот здесь вот, в этом снеговике, торчала лопата. И, видимо, эту лопату я не могу сейчас туда воткнуть. Или, может быть, это не я ее, типа, воткнул туда. Я хз. Так, посмотрим, что у нас здесь. Куда нам вообще можно... Куда нам нужно идти? Маска. Лежит. Вот лопата. Какие-то маленькие следы. Тут есть телефон. Телефон нам не нужно трогать. Так, заправиться нам нужно, нет? Нужно? Ага, нужно в машину сесть. Слушай, мы, видимо, могли и... Мы могли с вами и не убивать никого, судя по всему. Ну, я зачем-то зашел туда. Хотя нет, может, нам нужно было так сделать. Так, не понял. Это что такое? Кто это такой? А. Картер. 30 минут назад. Подожди. Ёб твою мать! Наш персонаж изначально умер. Мы играли не за копа с вами. Точнее, начали за копа. Но потом он погнался за вот этим нарушителем. Обалдеть. Мы с вами изначально играли за какого-то психа. О-о-о-о. Ё-моё. Вот это прикол. Три часа спустя. Ни хрена не слышно, правда? Подожди, я не понял. А кто это со скалы прыгал? Это я прыгал со скалы. Зачем? И как мы... А-а-а. Три часа спустя. Вот. Похоже, это Джонатан Хейс, сбежавший из психиатрической больницы. На нем форма убитого полицейского Алекса Картера. Уйти далеко от места преступления ему не удалось. Он упал со скалы. Возможно, из-за своего психического состояния он покончил с собой. Не было никаких инопланетян, военных и всего остального. Не было. Был всего лишь один псих, который убил копа. И... Тех людей на заправке. Это... Жесть! Это интересно, друзья. Очень интересно было. Актеры озвучки. Петр Гланс, Александр Степаненко. Озвучка-то, кстати, тоже очень классная. Петр Гланс, это вообще голос Дэдпула. Как вы знаете. Вот. Адрову спасибо большое за такую игру. Я говорю, я играл уже в какую-то игру от этого разработчика. И... По-моему, это тоже была какая-то классная игра. Тоже в такой же стилистике. Что-то типа хоррора. В общем, эта игра мне очень сильно понравилась. Настолько сильно она мне зашла, друзья. Все, я в игровое меню выхожу, чтобы... Мозыка, чёрт. Она и здесь продолжается. Аааа. Ладно, короче. Очень, мне очень, 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 очень сильно понравилось. Я не знаю. Я говорю... Мы с вами стрим закончили уже больше часа назад. И я вот сижу здесь и... Типа, записываю для вас продолжение прохождения этой игры. То есть мы на стриме не до конца ее прошли, потому что она выкидывала. Кстати, единственный минус в этой игре, это то, что она выкидывает. Я не знаю, почему. Может, это именно с моей версией связано. Это единственный минус. Здесь, кстати, DLC. DLC есть Хэллоуин. Не знаю, что такое. Может, попробуем зайти? Давайте попробуем зайти. Вот, короче. И... Это единственный прям минус. Это прям единственный-единственный минус этой игры. В целом, очень захватывающее приключение. Мне прям очень понравилось. Море эмоций. Это круто. Это очень круто. Вот. Давайте посмотрим по Бырику, что за Хэллоуин. Ух ты. Интересно. А, я типа коп. И я должен бежать за каким-то типом. Окей. Ладно. Так, подожди. А, нам сюда. Ладно. Это такое, типа... Блядь. Кто это сказал? Такая, ребят, типа концовочка. Нашего стрима. Короче, я надеюсь очень, что вам понравилось. Наше прохождение. Тихо там, блядь. Наше прохождение. И, надеюсь, вы там много комментариев оставите. Много лайков поставите. Надеюсь, что вы вообще просто получили уйму эмоций. И... Блин. Я думал, что это кто-то... Стучит где-то у меня в комнате. В стену. Так, ладно. Мы гонимся, типа, за каким-то типом. Интересно, насколько это будет долго. Слушайте, а давайте... А давайте тогда лучше это на ролик оставим еще один, а? Это прям очень клево. Не знаю. Пусть даже ролик получится пятиминутный, но... Тем не менее. Короче, ребят, спасибо всем большое за просмотр. Прохождение игры Shadow Sight. В это DLC мы поиграем с вами в следующем ролике. Спасибо всем большое за просмотр. С вами был Томас. Приходите на наши стримы каждый день после восьми вечера по Москве. А также просто следите за каналом и за группой ВКонтакте. Потому что в группе ВКонтакте я всегда пишу обо всем. О самом главном. Все, ребят, спасибо всем еще раз. Счастливо и до следующих стримов и видео. Счастливо, друзья. Счастливо. Счастливо.